21 сентября 2016 в России только что прошли выборы в Государственную Думу. Пресс-служба Кремля сообщает, что одним из первых президента Владимира Путина с успешным проведением выборов лично поздравил Таип Эрдоган. О чем пресс-служба не сообщила, так это о том, что в тот же день Эрдоган объявил, что не признает результаты голосования, прошедшего в Крыму. Так в диапазоне от показательной дружбы до категорического неприятия и развиваются российско-турецкие отношения в последние полтора года. И в центре полуостров преткновения – Крым. Чучело Эрдогана сжигают в центре Симферополя. Это кадры ноября 2015 года. Турция только что сбила российский Су-24 на турецко-сирийской границе. Низшая точка в отношениях Путина и Эрдогана. Однако по вопросу Крыма у двух президентов не было согласия ни до трагедии со сбитым истребителем, ни после. Пресс-служба Кремля еще в начале марта 2014-го, до фактической аннексии Крыма, сообщала, что Путин и Эрдоган обсуждали проблемы на полуострове по инициативе Эрдогана. После аннексии президент Турции несколько раз публично заявлял о непризнании российского статуса полуострова, в том числе из трибуны ООН. Россия делает вид, что этих заявлений не замечает. Так, например, в апреле 2015-го российский президент возлагает цветы к мемориалу жертв геноцида армян в Ереване. Эрдоган реагирует сразу. Я очень расстроен, что лично Путин так поступил. Россия должна ответить за Крым и Украину, прежде чем называть геноцидом убийство армян в Османской империи. На острый выпад в свой адрес Кремль устами Дмитрия Пескова отвечает так. Мы уже говорили, что, безусловно, дальнейшее развитие нашего многогранного сотрудничества является для нас приоритетным. В данном случае надеемся, что отношения будут так же поступательно развиваться, как они развивались до сих пор. И ни слова про Крым. В июле 2016-го Эрдоган принес извинения за сбитый Су-24. Отношения России и Турции стали налаживаться по всем фронтам. В одну сторону повезли помидоры, в другую С-400. Но согласия по вопросу Крыма так и не появилось. Август 2016-го. Телефонный разговор с Петром Порошенко. Реджеп Таип Эрдоган заверил Петра Порошенко в неизменности позиций Турции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Июль 2017-го года. Встреча Эрдогана с главой мэджелеса крымских татар Мустафой Джамилевым. Мы не признавали и никогда не признаем оккупации Крыма. Наш принцип – защищать до конца территориальную целостность Украины. Это заявление Эрдоган сделал за день до встречи с Путиным. В марте турецкие порты перестали принимать суда из Крыма ровно накануне визита Эрдогана в Москву. Нынешнее заявление о поддержке Украины президент Турции сделал всего через неделю после очередной встречи с Путиным. В вопросе Крыма Турция вынуждена следовать генеральной линии НАТО, так как является членом альянса. А крымских татар турки считают родственным народом. Так что ради отношений с другом Владимиром Эрдоган признавать Крым не станет. И парадоксальным образом именно нормализация отношений России с Турцией больнее всего ударила по Крыму. Турпоток на турецкие пляжи в этом году стал рекордным, что практически убило туристический сезон в Крыму.